В Чебоксарах прошел городской слет поисковых отрядов. Третий по счету. Около 50 школьников собрались в Чувашском национальном музее, чтобы обменяться опытом работы. Что они ищут и что находят, расскажет Рифат Фадкулин. Пули, гранаты, оружие и личные вещи бойцов. Поисковики развернули настоящую выставку военного наследия. С каждой находкой связана своя история. Юный исследователь 40-й столичной школы поискового отряда «Берет» Илья Шашков уже два года ищет останки солдат, павших в кровопролитных боях. Летом этого года он стал участником раскопок на Севастопольской земле. Именно здесь в течение веков не раз проходили кровопролитные сражения. Самой главной охоткой нашего отряда является керамическая трубка, предположительно, времен Крымской войны. Мы проводили поисковые работы на местах сражений советских войск, но по архивам можно было понять и узнать, что также на этих местах располагался турецкий редук номер один. И именно в этих местах мы нашли трубку. Самое ценное на таких слетах – встречи с ветеранами. Из первых уст ребята узнают, как это было на самом деле. Так по крупицам воссоздаются и дописываются неизвестные страницы военной истории страны. Что касается самой поисковой работы, то восстановление личности погибших солдат – очень важная задача. На высшей ценности для поисковиков являются обнаружены медальоны пропавших без вести солдат, внутри которых указаны личные адреса бойцов. Экспонаты, найденные поисковиками на полях былых сражений, пополняют музейные экспозиции. Всего у нас в городе 27 таких музеев. Мы планируем, что в течение последующих месяцев, вплоть до 9 мая, у нас будут посещения этих музеев по графику как самими школьниками, так и приглашаем сюда дошкольное образовательное учреждение, чтобы дети старшего возрастной группы тоже могли прийти посмотреть, задать вопросы. Сейчас в Чебоксарах 13 поисковых отрядов. В республике более 30. Работа их бесценна, ведь они возвращают память. Рифат Фадкулин, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов, Республика.